Теперь к другим темам. Поговорим о счастливых моментах, которые вы, наши телезрители, дарите детям, еженедельно участвуя в благотворительном проекте нашей телекомпании и Росфонда. На прошлой неделе, благодаря вашей помощи и миру Зинатулину, приобрели специальное питание и средства по уходу. Сегодня история четырехлетней Адлины с синдромом миобиуса. У малышки не двигаются нервы лица, она не моргает и не шевелит губами. Этот звонкий смех звучит в квартире постоянно. Жизнерадостная Адлина делится весельем с другими, но только без улыбки на лице. Из-за врожденной аномалии синдрома миобиуса у девочки не двигается ни один лицевой нерв. Даже глазки Адлина не закрывает ни на секунду. Нужно все время капать в глаза капли, которые увлажняют глаза, потому что ребенок не моргает, глаза сохнут. На ночь мы закладываем мазь. Большую часть времени Адлина проводит дома. Лечит плюшевых зверят, играет в стоматолога, рисует, мечтает ходить в художественную школу и на хореографию, чтобы стать балериной. Казалось бы, простые мечты пока не поддаются исполнению. Если находимся в обществе других детей, можем быстро заболеть. Инфекция быстро попадает, так как рот открыт. И в холодное время года, то есть холодный воздух как попадает, сразу горло начинает болеть, кашель. Радикальной терапии для лечения не существует. Единственное, что может помочь – операция. Пересадка нервов с бедра. Наше лечение будет направлено на восстановление мимики с каждой стороны по отдельности. Будут выполнены две операции по пересадке микрофиллической оскута. Стройная мышца бедра с нашелом на одну сторону лица, через 7 месяцев на вторую. Адлина сможет моргать, щуриться, двигать губами и, конечно, дарить улыбку. Но только с нашей помощью. Мы вместе можем помочь семье собрать сумму для операции. Почти 1 миллион 53 тысячи. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Регина Софиулина, Дамир Мухаммедханов, Вести, Татарстан.